Всем привет, парни! Хочу начать наконец-то поставить точку на определение компонатус феллах и компонатус ксеркс. Давайте я вам покажу. Итак, компонатус феллах. Крупный вид тономерик с подчеркнутой наземной скульптурой и призматической задней части, которая снабжена снизу рядом щетинок. Компонатус феллах похож на компонатус ксеркс, торракикус и оазин, от которых он отличается наличием стоящих щетинок на вентральной поверхности головы. Отличие от отсутствия таких щетинок у ксеркса и так дальше. Многое я в интернете смотрел и начинают эти щетинки искать на голове. Здесь я в интернете, если друг есть волоски, это феллах, если нет, это ксеркс. Но смотрите, вы видите здесь волоски? Нет. Вентральная часть. Вентральная часть даже не снизу, а с другой стороны. У человека, как говорится, это подбородок, вентральная часть. Вентральная часть головы у человека подбородок. Теперь смотрим ксеркса. Так, это феллах, королева ксеркса. Вот вентральная часть снизу. В начале есть маленькие волоски, здесь нет. Это вентральная часть головы. Это образец у меня компоната с феллах, от Олега. Сейчас мы посмотрим. Есть подбородку, волоски. Так, это очень близко. Так, смотрим. Видите? Есть волоски? Снизу, под мандибулу. Это компонатус феллах. У ксеркса этих волосков нет. Видите волоски? Это настоящий компонатус феллах. Сейчас настрою лучше. Вот. Вентральная часть головы. Теперь можно и закрыть тему, как определять феллаха и ксеркса. Всем пока.